Здравствуйте. И Суджи. Суджи, да. Расскажите, вы как попали здесь? Сюда попали, будучи, значит, двое суток в подвале. Мы просидели, потому что стрельба была такая, что на улице вообще нельзя находиться, в квартире тоже прям содрогалось всё. Мы спасались в подвале. В общем, наш подъезд, другой подъезд в своём там подвале, вот так вот, трёхэтажный дом у нас. А вы это на автобусы поехали в Курск? Нет, начали уезжать люди на машинах, мы ещё были в подвале находились. И, в общем-то, надежды особой не было, потому что не на чем нам было, в общем-то, транспортироваться в Курск. Но чисто случайно, или, скорее всего, не случайно, всё-таки он приехал в наш двор БТР и сказал, кто в подвалах, выходите, ну, без особо вещей, потому что места там немного. И, в общем-то, я вас отвезу до Борща-Солдатского. Мы, конечно, выбежали неимоверной радостью, потому что, в общем, с этого... Нет, да, все выехали. А вы здесь живёте? Да, нас привезли, значит, до Борща-Солдатского сначала на БТРе. Мы высадились, автобусы уже нас ждали. Мы пересели в автобус из Борща-Солдатского, это вот после суджа. И привезли нас прямо сюда. Нам уже предоставили вот эту комнату. Питаемся, в общем-то, три раза в день. И, в общем-то, вот, нас три человека, семья. Мы сами здесь живём. А это ваша? Ваш муж. Мой муж, да? Здравствуйте. Он ничего не может сказать. И что вы хотите? Вы меня дадите? Понятно, конечно. Дуже суджа, да? Да. А это ваш сын? Сын, да. Вы видите, в этом доме, как мы живём здесь, не в этом доме, а в этом доме и его муж, и его муж... они живут. Конечно,这种条件对灾民来说 应该是相当不错的一个安排 那么以上就是 凤凰卫视卢语光 伊万·拉曼·弗拉特 在库尔斯科的报道